И мы считаем, что взаимодействие медицины и науки можно разделить на три крупных блока для того, чтобы развить и углубить сотрудничество между современной медициной и Аюрведой. Первый большой блок касается концептуальных переводов аюрведических текстов, терминов с контекстуализацией. Второй блок касается моделей Аюрведы и третий блок касается ее локализации. Давайте кратко рассмотрим каждый из блоков. Как уже упоминал мой коллега профессор Намби в своей лекции, нам нужно переформулировать базовые основы аюрведы, которые несут в себе классические тексты, и создать на основе взаимодействия с временными науками и аюрведами новые концепты, подлежащие совместному исследованию. Нам не нужно пытаться померить аюрведу и валидизировать аюрведу или объяснить аюрведу. методами современной медицины. То, что нам действительно нужно, это донести до приверженцев современной медицины понятными, ясными словами и терминами суть концептов гуна, доша и прочих характерных для аюрведы терминов. Но мы должны делать это не только с помощью простого трансляции, но и для того, чтобы найти коммунализации на концептуем уровне с концептом аюрведа и концептом о модерном медицине. Например, на одной стороне мы можем использовать маха-бута, доша, дату, гуна. На другой стороне мы можем использовать концепт реальность, матери, мозг, время, энергию. И, знаете, мы должны найти способ найти коммунализации. У нас есть иные концепты маха-бута и так далее. Но с точки зрения западных цивилизаций у нас есть концепты, например, энергии, реальности, разума, времени. Нам надо найти эту связку и пояснить традиционные для аюрведы концепты через понятные западному человеку термины. не надо пытаться заимствовать что-либо из одной системы и просто переносить ее в другую, например, посредством перевода. Нет, нам надо с вами определить что общего есть внутри каждой из этих систем и таким образом сформулировать это. Когда мы говорим о моделях аюрведы, то мы имеем в виду, например, очень важный момент, важное действие, которое связано с преодолением пропасти. Преодоление пропасти между этими двумя системами знаний должно быть основано на интуиции, на их схожих чертах, которые мы выявляем посредством логики. И, как уже упоминал профессор Намби, первая попытка – это действительно создание сложной системы уже была предпринята. И это может позволить трансфер от системных деталей между индивидуалами, потому что используется изображение людей, из двух систем, чтобы общаться с чем-то, что не может быть полностью рационализовано. И нельзя недооценивать роль людей в этом процессе, поскольку только наше воображение и безграничные ресурсы человеческого воображения помогут нам постичь этот концепт, находящийся на стыке двух культур, которые невозможно полностью померить рациональными методами. Sometimes a model can be even an icon, an image. Иногда не так просто определить четкий образ того, о чем мы говорим. Let's think, for example, at the sign of the infinite sign, which is, this is a sign that conveys this information through all the culture. I was trying to, okay, you remember this. This is the infinite sign. Localization. Localization, this means that it's very important because as I was saying in the beginning, the conditions in the world are different everywhere. Localization and localization of Ayurveda, in particular, is extremely important, because as I already mentioned earlier, the conditions are really different and the environment is different in different places of the world. I was seeing professor Nambi, my friend before, with a nice shirt. Now here I have a sweater. Maybe you in Russia are even more covered. You know, there are different conditions everywhere in the world and, of course, this creates all a kind of, you know, different needs. But Ayurveda must be available by everyone and everywhere. So we have to, you know, use the same logic of Ayurveda but we have to find Ayurveda not only in India, but in every place. But Ayurveda should be available in every place of Ayurveda. And this means that we need to focus on understanding the logic of Ayurveda. Ayurveda should not be available only in India. Because the deep principles of nature are the same everywhere. Because the deep principles of nature are the same everywhere. It is only how they express that is different due to the environmental conditions. Разница заключается только в том, как они себя манифестируют в этом мире в зависимости от разных точек на карте. So we have to adjust Ayurveda to local parameters. Поэтому нам необходимо настроить Ayurveda, отталкиваясь от наших местных условий.